Жительница города Счастье, что на Луганщине обвиняет врачей в халатности, уверяет медики, дважды лишали её желанного ребёнка, операции подорвали здоровье. В больнице всё отрицают. В деле врачей разбирался Игорь Крымов. Марина ожидала первенца, заверяет, ребёнок был желанным. По медицинским показаниям беременность пришлось прервать. Через две недели девушке стало плохо. Марину госпитализировали во второй раз. Даже врач сделала повторный аборт. Она ещё подшучила, говорит, может это судьба, может давай оставишь этого ребёнка. Женщина уверяет, в этой больнице ей прерывали беременность дважды, но в самой клинике всё отрицают. Говорят, пациентку оперировали только один раз. Оперировала заведующая гинекологическим отделением. То, что Марина была у неё на столе дважды, опровергает, но собственную ошибку допускает. Можно там какой-то, я так и оставила, но это уголовненно, ненаказуемо. Такое бывает в жизни. То, что это таки наказуемо, собирается доказать адвокат потерпевшей. Жалуется. По опыту такие дела рассматриваются долго. А наказание, два года лишения свободы, медикам часто удается избежать. Преступление относится к преступлениям небольшой тяжести и фактически врачи не несут ответственности, потому что на момент рассмотрения дела в суде проходит два года и прекращается в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Делом занялась прокуратура. Данный факт деснен до единого реестра досудовых расследований, передбаченного ст. 140 Криминального кодекса Украины, тобто неналежное выполнение медичным работникам своих службовых обвязков. Сейчас состояние Марины у медиков опасений не вызывает. Девушка снова в больнице. В этот раз уже не в своей. Ее госпитализировали в другом городе. Игорь Крымов, Виктор Белогорцев. Специально для телеканала Донбасс.